В стратегии развития деловой среды большую роль играют меры господдержки. Специалисты республиканского центра «Мой бизнес» приходят на помощь не только тем, кто начинает свое дело, но и предприятиям, которым необходимо выйти на новый уровень производства. Благодаря агентству поддержки малого и среднего бизнеса предприниматели имеют возможность взять займ до 5 миллионов рублей. Среди тех, кто воспользовался такой финансовой поддержкой, в лидерах Чебоксары, АллатР, Канаш, Новочебоксарск, Комсомольский и Батревские районы. Топе отраслей – производство, сельское хозяйство, розничная торговля, транспортные услуги. Чтобы выстроить грамотную стратегию развития своего дела, не обойтись без составления профессионального бизнес-плана. Он позволяет оценить возможности, просчитать будущую прибыль, увидеть проблемы, с которыми, возможно, придется столкнуться в ходе воплощения проекта в жизнь, а также оценить свои издержки. Так поступил и руководитель Центра релея автоматики Юрий Тикушев. Он обратился в республиканский бизнес-инкубатор, когда расширил свое производство около двух лет назад. Мы обратились к ним за разработкой бизнес-плана. Они нам разработали бизнес-план. И с этим бизнес-планом мы пошли уже в венчурный фонд Чувашской республики, где нам уже выдали льготный займ по инвестициям. И вот эти электромеханические реле малогабаритные, они разработаны, да, действительно, с помощью инвестиций в венчурного фонда Чувашской республики. Малый и средний бизнес для Чуваши – стратегическая основа. Задача для местных властей – создать условия для развития этого сектора экономики, выявить перспективные проекты и стимулировать предпринимательскую активность в регионе. Также рассматриваем, да, возможность поддержки от бизнес-инкубатора и мой бизнес в плане оказания каких-то консалтинговых услуг, каких-то консультаций, в том числе, возможно, по составлению, в помощи составления бизнес-плана более обширного. Достаточно прийти, насколько я понимаю, с какой-то идеей хорошей, расписать ее, да, и я думаю, они будут услышаны, в принципе, помогают всем молодым, перспективным. То есть на сегодняшний день такая, скажем, такая поддержка, она довольно-таки значима для ребят. Потому что, ну, не всегда хватает даже тех же элементарных знаний, да, в чем-то где-то, но прийти к ним, проконсультироваться. На рынке мы уже вот пятый год пошел, да, и вот сейчас мы вот с ними познакомились, то есть спустя четыре года, и мы понимаем, что если бы знакомство состоялось бы раньше, то, в принципе, для развития для нас это, ну, то есть нам бы это помогло. За последние годы Министерство экономического развития и имущественных отношений Чуваши совместно с институтами поддержки предпринимательства вырастили с нуля сотни проектов. Сейчас все институты развития предпринимательства объединены под одним брендом «Мой бизнес», что приносит ожидаемый эффект. Получить поддержку здесь возможно по принципу «Одного окна». В центре «Мой бизнес» на сегодняшний день объединены все институты развития. Это и бизнес-инкубатор, фонд вечерных инвестиций, агентство поддержки малого бизнеса, гарантийный фонд, фонд развития промышленности, корпорация развития Чувашской республики. И наша цель, она простая. Это слоган от идеи до экспорта. Сопроводить проект на любой стадии. Не важно, это стартап, или это уже крепкий малый бизнес, или, возможно, даже это какой-то корпоративный бизнес. Здесь уже включаются наши коллеги с корпорацией развития и с фонда развития промышленности. Соответственно, нужно сделать все возможное для того, чтобы проект состоялся, чтобы все возможные административные барьеры, соответственно, были на минимальном уровне, и предприниматель быстро реализовал свой проект. В помощь бизнесу, пострадавшему от пандемии, был разработан комплекс дополнительных мер. Ключевая роль в вопросах поддержки субъектов МСП отводится региональным, гарантийным и микрофинансовым организациям. Чтобы предприниматели могли привлекать кредитные средства по низким ставкам и льготные микрозаймы, из федерального бюджета был выделен 1 миллиард рублей в рамках программы социально-экономического развития Чувашия. Сегодня мы предоставляем микрозаймы за один рабочий день, рассмотрение идет за один рабочий день. Здесь нет требования о том, чтобы у вас не было задолженности перед бюджетом, здесь рассматриваются даже и должники, все понимают, что текущие условия, они повлияли на многие сферы бизнеса. Гарантийный фонд, в свою очередь, увеличил гарантийное покрытие до 80%. Это говорит о том, что 80% от тех обязательств, которые вы привлекаете в банки, будут обеспечены поручительством фонда. В Чувашии работают эффективно не только финансовые меры поддержки. Нередко предпринимателям, как опытным, так и начинающим, необходимы консультационные услуги экспертов. Помощь в продвижении проектов – это приоритетная задача для институтов развития бизнеса. Сегодня мы проходим такую определенную трансформацию предоставления наших услуг. Мы планируем со следующего года начать предоставлять поддержку приоритетным направлениям, которые на сегодняшний день обозначены в национальных проектах. Это и сельхозская операция, и молодежное предпринимательство, женщины-предприниматели, предприниматели из сектора инновационных бизнесов, технологические бизнесы. Если это идея, то мы здесь и консультируем, и упаковываем продукты, можем разработать франшизу или предложить франшизу. Благодаря приоритетным проектам у бизнесменов есть возможность выйти на электронные торговые площадки и стать узнаваемым в социальных сетях. За эту работу также отвечают специалисты Центра «Мой бизнес». Меры поддержки предпринимателей должны отразиться на социально-экономическом развитии Чувашии. В конечном итоге в республике должны быть реализованы инвестиционные проекты и созданы новые рабочие места.